Всем привет! С вами Сильвансий Екатерина, старший директор компании Faberlic. Все знают, что здесь нужно делать 50 баллов, чтобы получать свой процент, доход с вашей команды, группы, сети, интернет-магазинов. То есть выкинуть деньги просто так, заплатить или взять продукцию, или сделать продажу. Сейчас я вам расскажу все тонкости. Вообще, с точки зрения бизнеса, это смешно, вложение 2000 или 4000 рублей, бизнесмен вообще будет рад, что это не 10 миллионов, скажет и все, и можно бизнес делать без всяких вложений. То есть человек с мышлением предпринимателя будет здесь вообще очень рад, что здесь какие-то копеечные вложения. Но если речь идет о какой-то там, допустим, маме в декрете, в которой вообще нет денег и никто ей не помогает, конечно, есть существенно эта сумма. Но сейчас я вам расскажу, какие есть варианты другие, чтобы не тратиться и чтобы это было реально без вложений. Вот именно для людей, у которых на данный момент нет денег. Бывают такие люди, у них даже пришли они на этот момент в бизнес, да, и у них вообще ни копейки нет ни в кошельке, ни еду ни на что купить, ну просто вообще нету. И что им тогда делать, да, если у них нету денег начать бизнес свой, как сказать, оптимально и легко. Вообще здесь можно, сначала скажу, что такое 50 баллов. 50 баллов это либо обучение 2000 рублей на сайте промкомпании, оно продается, за него дают 50 баллов, оно называется премиум обучения 2000 рублей только. Это самое низкое ЛТО, если сравнивать с любой другой компанией сетевой. Либо вы можете сменить магазин. Еще третий способ скажу. То есть обучение второе, либо смена магазина. Как меняем магазин. Вот когда я ходила в магазин и соседний там гастроном, супермаркет, гипермаркет, там давали, потом начали давать карточку для VIP клиентов, которые уже много накопили, постоянно ходят несколько лет. Там было накоплено, там стали писать сумму, сколько потрачено за все это годы на покупки. Там было 5 миллионов, по-моему, это можно было 2 квартиры купить. И директор этого супермаркета вообще практически живет на Канарах и получается мы его спонсируем. Еще пример приведу, что мы так много тратим, вроде думаем, ничего не покупаем такое, где-то экономим. А по факту, если посчитать сумму за год потраченных денег, если вы записываете расходы, выйдет вообще гигантская сумма. И вы будете думать, откуда у меня столько денег вообще было. Это больше, чем моя зарплата потрачена. Или вот я еще ходила в Ашан, может быть, 3-4 раза вообще я туда ходила в Ашан. Пошла я туда, чтобы купить спагетти, это давно уже было, за 13 рублей. В итоге я набрала полную телегу всего-всего, тысяч на 5 или на 7 тысяч. Полную абсолютно тележку такую большую на колесах. Но спагетти я не купила, их там не было в наличии вообще. Единственное, что полезного я оттуда купила, это 50 ручек, которые там дешевые, ручки. 50 штук на год, потому что ребенок их там в школе все время ломал, терял и так далее. Я решила, ну пусть у него будет 50 ручек, ну потому что купишь там за 200 рублей ручку. Он ее потерял, да, и как бы взяла какие-то там, может по 3,5 рубля даже, или по 7 рублей, не помню. Такие, ну дешевые ручки, которые не жалко потерять. 50 штук теряй, ломай сколько хочешь, да, чего экономить. Вот. Зачем ругать ребенка, когда можно просто предоставить ему возможность их и ломать, и терять. Без всяких проблем. Вот. Я хочу сказать, что вот эти все супермаркеты, если вы ходите, во-первых, вы тратите время, вы же там ходите 3 часа, вы туда тратите бензин туда ехать, либо каким-то там транспортом вы добираетесь, либо, ну в общем, вы туда едете и набираете много всего лишнего, потому что там все так разложено специально, все маркетинговые ходы используются, чтобы вы все там покупали, все вам казалось, ой, и это мне надо, и это мне, кажется, надо, и вот это не помешает, и полмагазина скупили, да. Пришли дома, разложили, вроде ничего так, на следующий день ничего и не надо уже это. Все какое-то кажется ненужное, да, но в магазине это все казалось нужным. То есть к покупкам нужно подходить взвешенно, подумав, и вот интернет-магазин этому помогает. То есть сначала мы покидали в корзину, потом подумали, отзывы почитали, прежде чем еще в корзину покидать. Спросили, это хорошо или нет, написали себе список, в каких вообще сферах мы там смотрим, разделах, что нам нужно. Вот если я знаю, что мне нужно порошок, то, или средства для нутеопосуды, сейчас я вот Фаберлик, например, выбираю конкретно, пишу список, мне надо то это, и конкретно я ищу по названию, даже в поиск, вбиваю порошок. Все, я тут кинула в корзину, больше ничего даже не смотрю. Но я посмотрю новинки там в каталоге, да, что появилось новое. И все, а так я беру то, что мне надо. И если мы пишем в список, что нам нужно купить, средства гигиены, для ванны, для туалета, для кухни, это все здесь есть, вы можете легко сменить. Это кажется сначала, вроде никому ничего не надо, я ничего не покупаю, потом, как начнется, зубную пасту надо, щетку надо, шампуни надо, бальзам для волос, кому-то еще краску надо и так далее, для бритья. И, в общем, появляется вот столько мицеллярная вода, тушь, тоналка, там начинается такой огромный список на самом деле. Вот. И некоторые товары, их не нужно каждый день, да. Их нужно, например, раз в год вам нужно куртку зимнюю ребенку, или утепленную штанину, или футболку, бесшовные трусы, например, тоже раз в год. Там комплекты нижнего белья тоже, может быть, вы раз в год покупаете. У каждого месяца нужно что-то новое, что вы покупаете раз в год. То есть ребенку я, например, купила про запас две пары перчаток сенсорных, они здесь стоят 199 рублей всего. Это сенсорные, это там такие сделаны пальцы, чтобы телефон можно было нажимать в этом, на улице, прямо в перчатках, смартфон. И взяла второй про запас. Ну, он одну перчатку потерял и пригодился. А куда в мой выходной? Мы побежали сейчас, 5 часов потратили искать этой перчатки, в каком они магазине, где там лучше, его тащить куда-то мерить, может, кружков выдергивать. Это все вообще неудобно. Но лучше заказать про запас. Точно так же и порошок я заказываю про запас. Средства для матья посуды 2-3, чтобы стояло, да? Посудомоечные таблетки тоже с запасом. Вот. И так далее. Поэтому карандаши пятноводители, мало ли кому на подарки что-то, обязательно себе заведите полочку на подарки. Можно маленькие порошочки дарить врачам, учителям. Или кто к вам в гости пришел, отдельно сделал себе маленькие эти подарочки, маленькие порошочки по 19 рублей, да? Можете набрать. И люди, знаете, как будут радоваться. Потому что многие врачи вообще так и в открытую говорят, что их уже достали эти конфеты. И так радуются каким-то порошкам, вот такой продукции нормальной, да? Потому что им все время все несут эти конфеты. У детей диатез на конфеты, у самих аллергия, они вообще их не едят, не знают, куда девать уже. У них там дома ящик этот конфет лежит. И вот все. А им надо другое, элементарный там хостовар им надо. Вот. Зарплаты там маленькие у врачей. Им не хватает конфеты. Ну, не все едят конфеты, и не все, в принципе, любят. Вот я люблю конфеты, да? Ну, такие же не все. Любители шоколада. В общем, меняем магазин на свой. И прям все в списке пишем, начиная от прокладок. Все, что вы покупаете, это очень легко сменить. Самый простой вариант, сменить магазин на свой. Следующий вариант я еще расскажу, как делать, у кого денег полный ноль, чтобы было вообще без вложений, без трат даже на себя. Вот. Ну, кто знает, может у вас есть там какой-то бойфренд или муж, который вас затарил уже на 10 лет вперед, у вас полная квартира, порошков, зубных паст. Вот все у вас есть на 10 лет вперед. Ну, кто знает, может такие ситуации тоже бывают. И вам реально ничего не нужно. И одежды у вас на 10 лет вперед, и трусов, и вот все. Или просто у вас вообще нет денег, ноль полный денег. В этом случае у нас в обучении есть такой метод. Мы учим вести в Вайбер сообщество, или в Ватсапе такое сообщество, или можно даже в ВК, но лучше в мессенджерах. ВК это беседа называется. Рекомендую лучше в мессенджерах, в этих двух они самые распространенные, они есть у всех. Значит, у нас есть шаблоны, картинки, описания, отзывы. Мы делаем там рекламу 1-2 раза в день. И собираем оттуда регистрации и заказы. Люди оттуда заказывают очень много. Вот у меня есть пример многих девочек, кто начал вести этот чат. И через неделю, через 2 они уже получали заказ 200 баллов, 300 баллов. Есть, кто 600 баллов в команде делает, в каталог личных заказов. Они там берут предоплату на карту. Некоторые устанавливают 100%, некоторые 50%. Это смотрите сами, какие у вас правила чата. Чат ведем по своему городу. Мы выкладываем там вот эту рекламу. Что еще выкладываем? Это все в обучении написано. Откуда берем людей? Вот у всех проблема, кто не знает этот метод досконально. Вот этот секрет не знает, откуда брать людей. Но мы тоже этому учим. Люди берутся с интернета туда, накидываются. Каким образом? Там есть секреты, нюансы. Как именно их закидывать, чтобы вас нигде не блокировали. И, в общем, откуда брать людей, ну, не все знают. Точнее, большинство даже не знает, откуда их находить. В общем, это все есть. Назакидывали туда людей, в свое сообщество. Все там расписали, рекламу сделали. У вас появляются оттуда постоянные клиенты. Чат ведется. Мы еще помогаем его прокачивать. У нас есть отдельный чат прокачки. И мы все друг другу помогаем. То есть мы наводим там ажиотаж в чате. Так что всем остальным тоже нужно заказать то же, что и все сегодня заказывают в этом чате. Вот. Например, сегодня у вас заказывают 50 карандашей пятноводителей в этом чате. Естественно, если он видит, что все заказывают его, то ему тоже обязательно нужно остановиться. Это такая психология людей. Вот. Поэтому там есть очень нюансы. Если просто его так вести неумело, то как бы, не знаю, какой там будет эффект, скорее всего, даже вас забанят за неправильные действия. Но мы все это методом проб и ошибок пришли к идеальному варианту, который дает очень эффективный результат. Этот метод получается 100% у всех. На второй уже третий день люди получают заказы новички, которые не могли вообще сделать заказ, но нет у них, допустим, денег. Ну или просто есть люди, которые любят вести, заниматься продажами онлайн, им просто нравится, да, допустим, у них даже есть деньги на первый заказ, не на свой заказ, но просто они хотят еще 26% положить себе в карман с продаж. Потому что если вы сделали продажу на 100 тысяч рублей, допустим, за эту неделю, то 20 тысяч, 26 тысяч вы положили себе просто в карман наличкой. То есть вы заработали прямо сейчас. Но, естественно, лучше выходить на пассив, на размещение рекламы еще параллельно, чтобы создавалась сеть магазинов по городам и другим странам. Люди сами занимаются доставкой себе, сами делают заказ, что им нужно, а вы просто получаете процент. И за счет постоянных клиентов, так как все, кто попробовал продукцию, хост-товары, он уже не будет покупать в магазине. Например, что еще? Например, вы можете делать, значит, продажи, себе заказ и обучение купить. То есть вот это итог данного видео. Решать вам, что вы выбираете. Простой способ, я выбираю сам простой способ, себе заказ просто делать. Потому что я часто в разъездах, я могу быть сегодня один город, завтра другая страна и так далее. Я не знаю где. Если я куда-то лечу, в другую страну, я могу принять решение прямо сейчас. Я могу, вот захотела я поехать в Грецию, хоп, купила билеты через полчаса на ближайший рейс и улетела туда. Вот. То есть, как правило, я все годы, которые путешествую, я не беру путевки за полгода, за месяц, вот никогда. Вот приспичило мне послезавтра или завтра куда-то поехать, да. Быстро смотрю в интернете билеты, беру с карты, оплачиваю и все. Чемодан я собираю 15 минут всегда. У меня там все стандартно, я не набираю кучу всего, я уже все знаю, что туда положить, у меня есть список готовый, что там не забыть. И все это делается очень быстро. Поэтому мне неудобно, например, заниматься продажей в какое-то время, периоды. Если я сижу дома, можно и продажи поделать, так сказать, для статистики, чтобы новые знакомства появились среди покупателей, допустим, ваш бизнес кого-то зарегистрирует. Не бойтесь клиентов, переводите, регистрировать, то есть партнеры. Потому что часто бывает, что они делают заказы, например, они делают на 2000 рублей заказы, а когда их регистрируешь, они начинают делать большие заказы, 1000 на 15, уже они в сайт заходят, там что-то читают, что-то им интересно больше, чем просто вы там повысылали какие-то картинки, что-то штучно по рекомендации они купили. Поэтому, как правило, происходит такое. Когда регистрируете, они заказы больше делают. Так что в чате продаж тоже всегда предлагаете регистрацию тем, кто хочет. Но не все хотят. Есть те, которые прям не хотят регистрироваться, они думают, это постоянно надо делать закупки, им проще принести. Допустим, у них дети есть, и они такие, что сидят дома, никуда им ходить не надо, не хотят. Такие немобильные люди. Им проще, чтобы им все домой принесли, и вот их так устраивает. Работать они не хотят. Допустим, муж зарабатывает как-то, и на словах они могут хотеть, конечно, а на деле, в принципе, они не хотят работать, их все более-менее устраивает. Независимо от того, жалуются там они или нет на свою жизнь. Так что, можете выбирать, какой способ для вас более приемлемый, или обучение, или продажи с помощью чата, или личный заказ. То есть 50 баллов вы должны делать здесь. Можете делать 100 баллов, тогда вы VIP, и вы получаете от компании регистрации первый уровень. Именно покупателей, которые регистрируются на общем сайте. Компания их не куда-то там верхушку распределяет, она их распределяет между всеми VIP-ами, каждый свой город. И регистрации приходят уже, как правило, в понедельник. То есть каталог закончился в воскресенье, в понедельник уже всем приходит первая регистрация от компании в первый уровень. Эти люди сами хотят сделать заказ, они сами его делают, в принципе, вам и сопровождать его не нужно. Но лучше, конечно, обозначиться, что вы наставник, и если что, помощь нужна будет, спрашивайте я ваш наставник. Лучше, конечно, сообщение приветственное ему обязательно выслать или позвонить, или в WhatsApp написать голосовое, ставить, картиночку подарка выслать. Ни в одной компании нет регистраций. Это они в первый уровень у вас идут. Если вы VIP, это всего 100 баллов. То есть, если вы обучение взяли на 100 баллов, на 4000 рублей обучения, не 50, а 100, решили вдруг VIP-ом стать, то это всего 4000 рублей. Это нигде по ценам, таких аналогов, в принципе, нет. Поэтому работайте. Премия здесь. Премия здесь увеличенная, сейчас большие, несколько видов премий сразу получаете. Когда я регистрировалась, их не было. То есть, ваша премия составит сейчас, если вы выйдете на директора, 3000 баллов, ваш доход 40 тысяч, плюс премия, 100 плюс 110, 210 тысяч еще премия, плюс Турция. Это если вы первое звание только закрыли, а если следующее звание выходите, ну здесь вы можете строить ширину, а можете строить глубину. Если вы выстраиваете свою команду, ну то есть, это регистрировать нужно в глубину, морковками. Если вы выстраиваете в глубину, у вас получается звание, но уменьшается зарплата. Если вы выстраиваете в ширину, у вас нового звания нет, но у вас зарплата может быть в несколько раз больше, чем у человека, у которого звание в несколько раз больше, чем у вас. Поэтому с уровня директора уже каждый сам выбирает, как ему что строить, там уже все это понятно. У меня есть видео по этому поводу, как выстраивать правильно. Но до директора это не особо, в принципе, актуальный вопрос. Вот как выстраивать, как выстраиваться, так и выстраивайте. Всех под себя регистрируйте, так и доход больше будет. Если выстраиваете морковки, доход с них немножко урезается, но вы получаете звание и большую премию за каждый там новый уровень. Вы можете либо на премиях компенсировать эту зарплату, урезание, либо просто сидеть на большой зарплате. Так что каждый сам выбирает свой темп. Кого-то устраивает 50 тысяч вообще зарабатывать рублей и они больше не шевелятся. Ну, так регистрируют, может, пару человек, несколько человек в месяц и вполне устраивает. Они не делают так активно, что по 20 регистраций в день, там мощно запускают все виды рекламы. Не все люди хотят расти, их устраивает какой-то доход. Кого-то даже 30 тысяч может устраивать, все они рады. У них раньше, может быть, было 10 тысяч рублей зарплата или 20, и 30 им вообще нравится, все они больше. Они отдыхают, они поехали в какую-то там Египет или Турцию два раза в год, допустим, у них еще основная работа может быть есть, да. Есть такие тоже люди, и они дальше не двигаются, но они все методы, конечно, знают, но просто это же надо делать, нужно работать. Не все хотят работать. Она может на 30 тысяч, 50 остановилась и уже не хочет работать, все, отдыхать хочет. Это тоже право людей, никто за это не критикует, а кто-то хочет постоянно расти и постоянно размещать рекламу. Можно ботами, роботами, можно вручную, неважно, она вся действенная. Постоянно работать и дальше, и какие-то свои цели закрывать. Не у всех вообще людей, у большинства нету цели, не пишут люди цели. Включая и материальные, и нематериальные. Вообще, всем задание написать 100 целей. Материальных и 50 нематериальных. Включая там, начиная курс массажа, стоматологию сходить, еще какие-то там, прочитать книги, может быть, записаться, не знаю, на курс вокала кому-то охота, или кулинарные курсы, кто-то хочет освоить. Пойти на какой-то фитнес, бассейн, это тоже все записывайте. Не обязательно там записывать, что купить там себе, не знаю, шубу и так далее. Поэтому разделяйте, изучить что-то, может быть, язык какой-то выучить, или хотя бы, ну, не пишите так, прям выучить язык, да, вот пошел, завтра выучил. Как-то постепенно разделяйте там на подцели, разделяйте на части. То есть, например, зарегистрироваться на сайте, на пяти обучающих сайтах языку, да, допустим. Вот, зарегистрировались. Потом пройти такой-то там, такие-то уроки, посмотреть в день там одно, два, три видео в Ютубе по английскому языку, например, да, то есть разбить конкретно пошагово. Если вы так пишете, сразу итоговую цель большую, но совершенно не представляете, как к ней идти, ну, хотя бы там к репетитору записаться, да. Но я без репетитора выучила, нашла хорошие сайты, и репетитор, я пробовала, толку было ноль. Вообще полный ноль. Я сидела, как на китайской лекции, ничего не понимала и не запоминала. Самостоятельное обучение для меня оказалось гораздо более эффективным и очень быстрым. Вот. Поэтому, в общем, 50 баллов вообще у нас не проблема, это для бизнесменов какая-то реально мелочевка. Но каждый сам решает. Или обучение, или ввести вайбер-чат продаж, ну, спрашивайте сразу у наставника своего, чтобы он вас научил. Потому что у нас в обучении до конца секреты вообще не выкладываем, только для активных. У нас есть отдельно обучение 3, часть 3, где суперактивные только, и все самые фишки мы только там выкладываем, делимся, и я индивидуально их рассказываю только. То есть, если я вижу, что человек делает уже большие заказы, если он активно ведет этот чат продаж, если он активно рекрутирует, только тогда ему можно дать метод, который приводит очень много людей. Ставьте лайк. Надеюсь, видео было вам полезным. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!